Ипотека и так недоступная большей части россиян плавно переходит в разряд мечты. Сбербанк объявил о ставке в 28,1%. В последний год все происходящее с рынком недвижимости похоже на сериал, но ждать ли счастливого финала? Мы решили обсудить происходящее с ипотеками с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры общественных финансов Финниверситета при правительстве России Игорем Баланиным. Игорь Викторович, здравствуйте. Первый вопрос, то что этой осенью в принципе выросла ставка по ипотеке до 21%, а пятничная новость, то что Сбербанк поднял ставку до 28%. Что вообще происходит в масштабах экономики в России? И как нужно воспринимать эту информацию? В данном случае нужно относиться к ней с пониманием. В настоящее время у нас ставки высокие и по вкладам, и по кредитам, так как у нас ключевая ставка в настоящее время 21%. Более того, мы ожидаем дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в декабре. И этим и обусловлен рост ставок по, соответственно, всем банковским продуктам, включая и вклады, и кредиты, в том числе ипотечные кредиты. Мы понимаем, что в настоящее время, конечно, наибольшей популярностью все-таки у населения пользуются ипотечные кредиты по льготным ставкам. Поэтому на их изменения, по этим продуктам изменения ставок у нас не происходят, потому что они фиксированы государством. Каждый год говорят о том, что льготную ипотеку вот-вот отменят. Не отменят, да? До 2030 года у нас принято решение, было в этом году, что будет продана льготная семейная ипотека, поэтому здесь переживать не стоит. И там закреплена как раз-таки процентная ставка, что она должна быть не более 6%. Еще очень часто сейчас поднимается такая версия, что ставка может вырасти вплоть до 50%. Стоит ли этого опасаться? Я не верю в такие прогнозы. Я не видел, хочу даже сказать, таких прогнозов и не верю в них, если бы я их увидел. Немного подрасти она действительно может. Но, не знаю, не больше 30%. Мы сейчас говорим про ставку по ипотеке или про ключевую ставку? Про ключевую ставку. Давайте и про то, и про другое поговорим. По поводу ключевой ставки, ну, я думаю, что максимум мы, наверное, можем ожидать 23% в декабре. Соответственно, ну, действительно, да, по ипотечным продуктам в районе 30% можем ожидать. Но давайте смотреть здраво, наверное, принципиальные разницы с точки зрения непосредственного заключения ипотечного договора по 30% или по 28% или по 20%. Мне кажется, особой разницы нет. Ну, с точки зрения того, что найти любая из перечисленных, но и выше ставок является высокой, заградительной и явно, что нецелесообразно под такую ставку заключать договор. А вот, кстати, какой совет вы бы могли дать среднестатистическому россиянину? Как ему просчитать, стоит ли ему рисковать или нет? Потянет он или нет? В данном случае нужно исходить из того, что ипотечный платеж должен быть небольшим. В структуре расходов 20, максимум 25% больше закладывать не стоит. Потому что ситуация может измениться, все может произойти, могут потребоваться средства на те или иные цели. И с учетом этого целесообразно закладывать небольшую долю платежа. Наверное, это один из ключевых показателей, на которые стоит опираться. Ну и, конечно, сейчас не время для заключения кредитных договоров. Если мы говорим про рыночные ставки. Конечно, с точки зрения льготной сейчас можно заключать эти договоры. Но, опять-таки, торопиться не нужно. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что до 2030 года у нас непосредственно продлена льготная семейная ипотека. И четко закреплено, что ставка должна быть не более 6%. Поэтому торопиться здесь не нужно. Лучше, скажем так, набрать дополнительно подушку безопасности, если сейчас нет такой возможности. И уже заключить на более комфортных условиях с точки зрения оценки рисков по обслуживанию данного ипотечного кредита. Те жители, которые не попадают под льготные программы, им тоже ждать? И ждать чего? Или сколько? И стоит ли ждать? Вниз-то явно не пойдут. Почему? Любое движение вверх всегда в дальнейшем сменяется движением вниз. Это в любом случае. Поэтому точно ставки пойдут вниз. И я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим движение вниз. Но с точки зрения точных сроков здесь сказать сложно на данный момент. Объективно здесь сложно, обоснованно сказать, когда точно это произойдет. Но я уверен, что на горизонте нескольких лет ставки пойдут вниз. И здесь нужно следить за ситуацией. И когда будет, соответственно, у нас ключевая ставка около 10%, можно тогда начинать делать какие-то вычисления с точки зрения возможности обслуживания соответствующего ипотечного кредита. То есть вы верите, что такая ставка еще будет? Я в этом убежден. Это точно. Она точно будет. С учетом масштабов России, сейчас рынок недвижимости, он уже замер? Или все еще в состоянии бума? Что сейчас происходит? В данном случае, если мы говорим про рынок недвижимости, он, конечно, по-разному себя ведет. С точки зрения того, что территория большая и субъекты Российской Федерации разные. Более того, внутри субъектов Российской Федерации ситуация тоже складывается по-разному. Аналогично себя и рынок недвижимости тоже ведет. Здесь нужно иметь в виду, что если мы говорим про приобретение жилья в ипотеку, то договоры продолжают заключаться. Если мы посмотрим статистику, то у нас в сентябре было заключено договоров, порядка 95 тысяч ипотечных договоров. На промежутке 5 лет месячное сокращение всего 15%, если мы сравниваем с сентябрем 2019 года. По году понятно, что есть колебания, но в целом договоры заключаются. Соответственно, спрос на жилье есть. Но понятно, что с точки зрения самих договоров, их природы, это у нас договоры по льготной ипотеке. Мы ставку видим, что ставка по выданным кредитам, она менее 9% в сентябре была. Это как раз-таки говорит о том, что наибольшую долю как раз-таки занимают кредиты по льготной ставке или, соответственно, кредиты по льготной ставке, и там можно взять большую сумму и, соответственно, получить чуть-чуть выше ставку уже в совокупную льготной и рыночной. Поэтому их, между прочим, вот 5 лет назад, хотя ключевая ставка была значительно ниже, но средняя взвешенная ставка была 9,7% в экономике. Это связано как раз-таки с тем, что, еще раз повторю, что сейчас по рыночным ставкам, которые есть, по ним договор практически не заключается, объективно говоря. Это хорошо или плохо сейчас для экономики? Это хорошо. Потому что именно эти цели и преследуют Банком России в рамках ужесточения денежно-кредитной политики. Сколько это еще может продлиться, как вы считаете? Мне сложно оценивать сроки. Как говорил, здесь нужно следить за риторикой Банка России, в том числе в рамках заседаний Советов директоров по ключевой ставке. Вот в декабре у нас будет заседание, потом будет в феврале 25-го года заседание по ключевой ставке. Вот я думаю, что на эти две даты нужно ориентироваться. Я думаю, что с учетом этих заседаний мы будем понимать некоторую траекторию дальнейшего развития. Но делать в настоящее время конкретные точные прогнозы по срокам окончания очень сложно. Но вот в настоящий момент, если мы опираемся на материалы Банка России, то уже в следующем году должна начаться траектория снижения ключевой ставки. А вот такой гипотетический вопрос, если предположить, что завтра закончатся вливания в военные бюджеты, это улучшит ситуацию? Я не готов прокомментировать ситуацию по этому вопросу, не владею информацией. Некоторые эксперты считают, что то, что сейчас происходит с экономикой, можно назвать словом «стагфляция». Вот вы с этим согласны? Ну и если нет, то выразите свое мнение. В настоящее время идут разные процессы в экономике. И здесь мы видим определенный рост, ускорение темпов роста цен. В то же время мы видим ситуацию, что у нас есть экономический рост. И он достаточно высокий. Да, и вот, соответственно, с учетом этих факторов в данный момент мы все-таки должны говорить о том, что у нас явно есть экономическое развитие. В то же время, конечно, есть некоторые проблемы, соответственно, соответственно, и связанные с ростом цен на отдельные товары. Прежде всего, да, здесь тоже нужно отметить, что совокупный рост цен. Понятно, что цены растут на все товары, но они растут неравномерно. И, соответственно, эта вот неравномерность, она отражается на общем, ускоренном темпе роста цен. Также здесь нужно говорить о том, что у нас действительно в настоящее время высокие ставки по кредитам, но в то же время высокие ставки и по вкладам, что позволяет населению дополнительно немного заработать, в том числе и в объеме, который превышает уровень инфляции. То есть, соответственно, у населения есть возможность сформировать дополнительные финансовые ресурсы, используя, по сути, практически безрисковый инструмент в виде банковского вклада. Да, соответственно, вот здесь мы должны говорить о том, что есть разные процессы в экономике, и вот ставить какие-то однозначные диагнозы я бы не стал. И в данном случае нужно работать с каждой существующей проблемой, которая есть, но при этом понимая, что есть и позитивные тренды, и их нельзя не замечать, и нельзя концентрироваться только на проблемных аспектах. А вот то состояние, в котором мы сейчас находимся, ну, я имею в виду экономику, это с Россией уже происходило? То есть, есть какой-то сценарий, по которому мы можем снова пройти? Потому что в обществе очень много панических настроений, я вот к этому клоню. Я бы в данном случае успокоил бы население, да, паниковать не стоит, потому что нет никаких предпосылок для каких-то серьезных, таких негативных колебаний или негативных экономических событий. В настоящее время ситуация экономическая, социальная находится под контролем, да, понятно, что есть некоторые вызовы, на которые приходится реагировать, и мы реагируем на эти вызовы, принимаются соответствующие решения, и, соответственно, в данном случае, тем не менее, да, у нас организации работают, заработные платы выплачиваются, все социальные выплаты население получает, более того, у нас с ускоренными темпами растет минимальный размер оплаты труда, что отражается и на других заработных платах по экономике. У нас низкий, исторически низкий уровень безработицы, это тоже важно отметить. Да, у нас идет такая цифровая трансформация различных социально-экономических процессов, и по мере ее дальнейшего ускорения мы будем видеть и решение отдельных проблем, которые сейчас есть, в том числе и в русле дефицита кадров, что сейчас фиксируется у нас тоже в экономике. Поэтому здесь паниковать не стоит, нужно здраво смотреть на происходящую ситуацию и, соответственно, понимать, что всегда есть определенные трудности, которые нужно решать, но это не более того, чем трудности. То есть, соответственно, российская экономика переживала значительно более трудные времена в своей истории, и сейчас мы крайне далеки от нее. Спасибо большое за беседу, ну а мы увидимся в эфире.